Коллеги, напишите, пожалуйста, в чате, слышно меня или нет, что-то у меня проблемы со звуком начались. Ага, слышно, да, потому что мне тут подсказывают, что микрофон отключен, но если все слышно, значит все хорошо. Ага, спасибо большое. Рада вас всех приветствовать. Сегодня начинаю серию своих вебинаров, которые, как всегда, будут посвящены информационным технологиям и интернет-сервисам, которые можно использовать для создания разнообразного интерактивного контента. И первый вебинар из цикла будет посвящен лентам времени. Программа вебинаров, буквально несколько слов о ней скажу, она уже распланирована на весь учебный год. Если вам интересно, какие вебинары будут представлены в этой программе, то вот ссылочка, пожалуйста, можете по ней перейти, почитать весь список и зарегистрироваться на те темы, которые вам интересны, чтобы сразу их не пропустить. Вам придет напоминание на почту и таким образом вы всегда будете в курсе последних событий. Когда я собирала программу, я учла все предложения, пожелания максимально и свои личные, и участники подсказывали мне какие-то темы для вебинаров. Так что вот такая вот программка до июня следующего года, все распланировано. В сентябре мы будем встречаться довольно часто, каждую неделю, каждый понедельник. В это время, в 18 часов, вас будет ждать очередной вебинар из моего цикла «Цифровые инструменты для педагогов и библиотекарей». Ну, давайте тогда приступим к сегодняшней теме. Вообще, жанр лента времени мне очень нравится, потому что позволяет создать очень интересные работы, рассказать о многом с различными медиа-включениями, с медиа-элементами. Может быть, рассказать о чем-то, может быть, поиграть, например, со школьниками, с учащимися, да и вообще со взрослыми тоже можно. По-разному называют этот формат. В литературе можно встретить название и ось времени, и хронологическая линейка, и таймлайн, и временная шкала. Но все это об одном и том же, о ленте времени. Как правило, это такая шкала вертикальная или горизонтальная, на которой отмечены различные события в хронологическом порядке. Таким образом, можно рассказать не только о биографии какой-то известной личности, например, на уроках истории. Можно создавать различные хроники, истории каких-то открытий, может быть, географических открытий, открытий в области биологии, физики и так далее. Библиотекари, таким образом, могут создавать календари знаменательных дат, виртуальные экскурсии по городам и населенных пунктам. Есть возможность создать игровые ленты времени, когда участники должны расставить какие-то события по порядку или по хронологии. Можно заниматься исследовательской деятельностью и представлять результаты этой деятельности в виде ленты времени. Создавать для себя инструкции, планы работы, красиво оформлять портфолио, отчеты и многое-многое другое. И это еще не все. Чем принципиально отличается интерактивная лента времени? Она позволяет сделать такое многослойное повествование. То есть мы щелкаем по дате, открывается карточка событий, мы получаем более подробную информацию и в тексте, и может быть, это будут быть из выражения, карты, видеоролики, может быть, даже аудиофайлы какие-то можно прикрепить. И таким образом зритель, слушатель, пользователь получает более подробную информацию, может самостоятельно изучать источники, которые мы ему предлагаем, рассматривать карты, например, или видеоролик посмотреть, и все больше и больше погружается в тему. Для создания лент времени существует довольно много различных сервисов, которые позволяют создавать ленты времени не только на основе текстов, но и фотографий, видеороликов, аудио. Можно подключать карты Google, можно создавать опросы и викторины, и даже попробовать создавать разные встраиваемые объекты внутри ленты времени. Все это возможно, и мы сегодня попробуем в этом убедиться. Я в чат буду добавлять ссылочки для примера разных работ. Вы можете по этим ссылкам переходить, смотреть, если что-то непонятно. Конечно, вопросы в чате можно задавать, я постараюсь на них сразу ответить. Сегодня я вам подобрала 15 разных инструментов для создания лент времени, и немножко их даже классифицировала на свой взгляд, и хотела начать с рассказа об учебно-игровых лентах времени. То есть это сервисы, которые позволяют создавать на основе вот таких хронологических линеек игры, викторины, тесты, какие-то упражнения учебные. Давайте смотреть. Начать я предлагаю вот с этого сервиса. Называется он Learning Apps. Наверняка знаком очень многим слушателям. Сервис для создания различного интерактивного контента. Давайте я сразу начну со ссылок. Ссылка номер один, которую вы сейчас видите на экране. В том числе он позволяет создавать вот такие хронологические линейки. Шаблон так и называется, хронологическая линейка. Сервис на русском языке, поэтому пользоваться им очень просто. И вот такую ленту вы можете создать буквально за полчаса. Ну вот, одна из них, ссылку я вам уже дала. Давайте еще одну дам, посвященная биографии Романовых. Это уже по истории лента времени. Ну и по литературе. Вот, например, биография Гоголя. У меня еще есть ссылочка. Давайте еще там. Кстати, с помощью этого шаблона можно не только по хронологии события расставлять, но можно и по порядку. Например, события из книги. Ну вот, моя лента времени, например, про мастера Маргариту, про этот роман. Нужно расставить события по хронологии, как они происходили в книге в том порядке. Если вы ее откроете, то увидите, что здесь уже нет временных отсечек, нет каких-то дат, вот таких, как на экране сейчас, да, вот этих вот отрезочков. Там просто нужно расставить по порядку события. Таким образом, вы можете использовать ее и на уроках истории, и географии, и литературы, в общем, и в библиотеке в том числе тоже. Давайте посмотрим на шаблон. Вы, когда будете создавать эту игру, получите возможность познакомиться с примерами. Можно сразу все открыть, можно какие-то конкретные посмотреть. Кстати, каждую работу, которая вам понравится, можно сохранять в личный кабинет и ее редактировать таким образом. А можно начать работу с нуля. Для этого нажимаем на кнопку «Создать новое упражнение». Конструктор для создания лент времени достаточно несложный. Нам нужно дать название нашему упражнению, описать задачу и расставить границы нашей ленты времени. В графе «Минимум» пишем, с какой даты должна начинаться лента времени, максимум – с какой она должна заканчиваться. Например, если у нас посвящена лента времени биографии какого-то известного человека, то минимум мы указываем дату рождения, максимум – дату смерти. Это будут границы нашей линейки. Ну и далее переходим к созданию пар. От нас требуется элемент написать, название этого элемента. Ну, например, у меня лента времени посвященная Лермонтову. Сюда я вписываю название карточки, которую нужно будет прикреплять к дате. Ну и дальше в графе «Оценка» проставляю конкретную дату. Вместо текста я могу добавить картинку, видео, аудио. Картинки загружаются с компьютера, аудио тоже, а вот видеоролики закачиваются с YouTube по ссылке. Если у меня, например, картинка, чтобы было понятнее, что это такое, то можно дать вот здесь еще в разделе небольшую подсказку. Кстати, она может быть и аудиоподсказкой. Как они делаются? Подключается микрофон и просто надиктовывается, и сохраняется. И вот такие вот парочки мы создаем через кнопку «Добавить следующие элементы». Количество пар не ограничено, но главное, чтобы они все помещались на экране, чтобы с нашей игрой было удобно работать. Далее обратная связь. Если вы хотите, чтобы в эту игру учащиеся или пользователи играли, и в конце концов еще можно добавить к ним подсказки, чтобы они лучше справлялись с заданием, можно обойтись и без них, ну и, наконец, обратная связь. Проверить себя можно, нажав на кнопочку «Она», наверняка вы увидели ее, она в правом нижнем углу. Таким образом, получается, у нас такая игра с самопроверкой. Расставили, посмотрели, проверили, как мы справились с учебной задачей. Если же нам необходимо создать ленту времени и проконтролировать, как учащиеся расставили события по порядку, а еще лучше выставить им оценки, дать обратную связь, то для этого хорошо подойдет вот этот сервис. Называется он Book Widgets. Это сервис-конструктор для создания тоже разнообразного учебного видеоконтента. Дидактических игр, викторин, тестов, в том числе здесь есть ленты времени, интерактивные изображения, там около 30 форматов самых разнообразных. Вот в том числе и лента времени. Тоже все на русском языке, сервис очень понятный и тоже такой же простой, как и предыдущий. В чем здесь суть? Ну, во-первых, здесь нужно расставить события по порядку. Я вот предложила, например, события из сказки о царе Салтане расставить. Эта лента времени еще и редактируемая. Если вам кажется, что какого-то события здесь не хватает, его можно добавить. Для этого есть вот такая вот кнопочка вверху, голубое окошечко с плюсиком. Сюда вы можете самостоятельно вписать события в эту ленту времени и расставить его тоже в нужном порядке. Расставляются события, нажав вот на эту кнопочку с тремя горизонтальными линиями. Мышкой щелкаете и тянете в нужной последовательности, расставляя все события. И вот такое игровое упражнение. После того, как участники расставили все правильно, добавили, может быть, даже что-то свое, можно, кстати, не только текст добавить, но и картинку загрузить с компьютера. И вот когда все готово, они нажимают на значок вот этот, который в верхнем углу с конвертиком. Это значит отправить на проверку. Кстати, можете попробовать, как это все работает, ничего страшного не случится. Откроется окошечко, где нужно ученику вписать свое имя и фамилию. Вы можете все, что угодно туда вписать. И адрес электронной почты для того, чтобы учитель все проверил и выслал обратную связь. Поставил оценку, там какой-то комментарий написал и так далее. Адрес электронной почты писать не обязательно. И так уйдет все на проверку. А учитель в своем личном кабинете получит информацию о том, что ему пришло выполненное задание, его откроет, проверит и отправит оценку в ответ. Вот таким образом работает сервис бельгийского производства и очень даже хорош. Давайте на конструктор посмотрим. Он очень простой. Там у всех игр, которые создаются в букве, примерно одинаковый конструктор. Нам нужен заголовок. Выбираем тип редактируемая временная шкала. Есть еще обычная. Она называется фиксированная. Все то же самое, только там никаких игровых упражнений. Просто лента времени учебная. Но вот редактируемая, она такая более интересная, интерактивная. Далее вписываем инструкцию. Можно разрешить делиться этой лентой времени. То есть учащиеся могут посылать кому-нибудь свое задание. Могут загрузить его к себе на компьютер, если мы разрешим загрузку. Ну и сохранять ответы. Они должны сохраняться у вас в личном кабинете. Далее переходим к созданию пар. Нам нужен момент времени. Здесь можно указать дату события, либо порядковый номер. Описываем события. Ну и картинку прикрепляем. Загружаем в правильном порядке, если у нас лента времени без редакции. Если у нас лента времени требует редактирования, то есть учебная такая, двигательная, то тогда в произвольном порядке сразу все перемешиваем и таким образом все сохраняем. Добавляем новую парочку, нажав на кнопку «Добавить события». Здесь все очень просто. Сразу можно все посмотреть, поделиться, получить ссылку. Эту ссылку рассылаем ученикам для работы. Вот так это все довольно быстро и просто работает. Ну, теперь о минусах сервиса. Как обычно, поскольку сервис бесплатный, то есть ряд ограничений. Вот у BookVidgets он есть, к сожалению, эти ограничения есть. В чем суть? Дело в том, что сервис предоставляет демо-период, демо-версию на 30 дней на месяц. То есть за месяц вы можете создать любое количество заданий, упражнений без ограничений, в любом количестве, сохранить у себя все в личном кабинете. Как только период заканчивается, демо-версия отключается, и вы не сможете создавать новых заданий и редактировать старые. Но личный кабинет у вас сохраняется, и все задания доступны, и вы точно так же с ними можете продолжать работать. То есть рассылать ссылки ученикам, получать от них решенные задания, обратную связь писать. Все то же самое, только без редакции и без создания новых дидактических единиц. Связь очень плохая. Будет ли запись и рассылка? Запись, конечно, будет этого вебинара, но со связью, мне кажется, все в порядке. Крайней мере, у меня сигналы не проходят, что со связью все не в порядке. Поэтому в записи должно быть все хорошо, на мой взгляд. С одной стороны, это, конечно, плохо, что 30 дней всего лишь дают для творчества. С другой стороны, все это остается в нашем распоряжении, и все мы этим можем пользоваться бесконечно. Поэтому тут решает уже каждый сам для себя. Вообще, когда была возможность оплачивать платный тариф, это вообще очень хороший инструмент, я им пользовалась, я оплачивала. Платный тариф, он очень такой щитящий, скажем так. Так, довольно демократичная цена. Но, к сожалению, сейчас уже это невозможно. Поэтому вот 30 дней, но зато можно пользоваться потом созданными упражнениями столько, сколько захотите. Давайте перейдем к следующему разделу. Поговорим о том, как создавать уже не игровые ленты времени, а вот такие классические, информационные. И, как ни странно, их можно создавать, используя таблицу Google. Я думаю, вам формат этот знаком. Для работы в этих сервисах не нужна регистрация, нужен Google аккаунт. Вы просто заходите в свой Google аккаунт, открываете нужный для работы сервис и с ним работаете. Принцип работы такой. Вам дается Google таблица. Вы ее сохраняете на свой диск, заполняете, а потом сервис генерирует на основе этой таблицы ленту времени готового. Давайте посмотрим. Такой инструмент называется Flippity. Это сервис для учителей, создает разные игровые упражнения, викторины, тесты. Ну, чем-то на Ленин Эпс похож, но немножко по-другому работает. Вот ссылочка на мою ленту времени. К сожалению, он почему-то не пишет название. Я вам скажу, что это лента времени, посвященная Нобелевским открытиям в области медицины. Вот на экране выглядит таким образом эта лента времени. Если щелкать по заголовочкам, вот по этим, то откроются карточки с этим событием. Там будет фотография и какой-то текст. Более того, здесь, как видите, есть две вкладки – таймлайн и активити. Таймлайн – это классическая лента времени, вы можете ее почитать, посмотреть. А активити – это игровое упражнение. В чем суть? Учащиеся или пользователи сначала изучают ленту времени, знакомятся с информацией, запоминают, потом открывают раздел «Активити» и выполняют. Там три маленьких теста, в которых нужно расставить по порядку события. Можете попробовать, посмотреть, как это все работает. И себя можно тут же проверить. Там есть кнопочка для проверки. Ну, вот такой вот инструмент. Она может быть не такая красочная, как в других сервисах, но делается очень просто. Итак, вы получаете шаблон на сайте. Вот, собственно, сам сайт в Липпите. Нам нужен шаблон, который называется «Флиппите таймлайн». Здесь есть пример для ноты времени, и нам нужна инструкция. Вот она. Ссылка «Флиппите» выдает ошибку. Давайте я проверю. Нет, у меня работает. Загружается. Сейчас попробую в другом окошке. Из презентации нормально открывается. Ну вот, если вы скачали презентацию, то можно попробовать. Давайте я еще раз попробую. А, давайте я попробую ее скопировать еще раз, еще раз в чат отправлю. Может быть, не полностью скопировалась. Я поспешила. Так, попытка номер два. Да, я последнюю буковку не захватила в ссылке. Попробуйте сейчас. Сейчас должна открыться. Да, работает. Все отлично. Ну вот. Можете пооткрывать карточки, посмотреть пока вкладку «Активити», а я расскажу, как это все конструируется. Итак, нам нужен шаблон. Шаблон скрывается вот под этой кнопочкой, которая называется «Инфракшнс». Мы его копируем на свой Google Диск, напомню. Вот выглядит так шаблон. Здесь уже заполненные таблички, графы таблиц. Все можно стирать, кроме голубых надписей. Вот это не стираем и не удаляем. Если столбик нам не нужен, просто оставляем его пустым, незаполненным. Итак, ну я здесь все вверху подписала, чтобы было понятно, что куда вписывается. С одной стороны, вроде кажется, что сложно. На самом деле, если вы с таблицами работаете, то это очень быстро все происходит. Сначала указываем дату. Год обязателен, все остальное по желанию. Месяц и день – это как захотите. Просто цифрами выставляем. Дальше, заголовок. Это название карточки, которая будет открываться и которая на ленте времени будет сразу показываться. Дальше, описание. Это уже более подробная текстовая информация по каждому событию. Идем дальше. Цвет карточки. Они у меня все белые, на самом деле. И поэтому, если мы хотим просто белые, мы оставляем это окошечко пустым. Если мы хотим цветом выделить какие-то карточки, то здесь прописываем название цвета. Сервис англоязычный, поэтому цвет пишем на английском языке. Перевести можно через Google Переводчик. А может, вы и сами знаете название цветов. Ну вот красные, например, три карточки здесь. Можно, кстати, цвет написать не буквами, а цифрами. Вот этот вот 16-значный код. Наверняка знаете, когда цвета обозначаются циферками. Да, то можно сюда цифры вписать. Дальше. Раздел «Медиа». Самое интересное. Это медиаконтент, который сюда можно добавить. Как видите, он добавляется по ссылке. Можно добавить сюда изображение. Можно Google Документ с вашего Google Диска. Тоже по ссылке. Можно видео с YouTube и еще картинка, видео с YouTube и Google Документ. Три типа медиа. Дальше. Здесь указываем авторство, источник, откуда мы это взяли. И ссылку можно добавить. Киперссылку на какой-нибудь веб-сайт, если захотим. Или на любой другой дополнительный контент. Если нам эти графы не нужны, просто оставляем их пустым. Количество графов здесь не ограничено. Вы можете в любом количестве их добавить. Заполнить и сохранить. Дальше публикуем нашу таблицу в интернете. И после этого получаем ссылку. Этой ссылкой теперь можно делиться с пользователями, с читателями, с слушателями. Вот такая интересная конструкция получается. Давайте более красочный вариант посмотрим. Не всем флиппить и нравится, потому что кажется, что как-то не очень все красивенько. Давайте покрасивее посмотрим вариант. Вот, пожалуйста, сервис, который называется Timeline.js. Так, проверю. Ссылку вроде правильно скопировала. Давайте смотреть. Здесь та же самая история. Мы получаем табличку, заполняем ее, генерируем, получаем, вставляем на сайт или ссылку получаем. Выглядит здесь уже все немножко иначе. Здесь большой слайдер по центру. Он листается, как обычные слайды презентации с стрелочками. Внизу временные отсечки. Вот они маленькими флажочками обозначены. Можно щелкнуть по ним, когда лента времени в нужном вам порядке будет показываться. То есть либо стрелками, либо временными отсечками пользуемся. Такая же история. Сервис тоже англоязычный, но нам флипить уже знаком. Принцип такой же, только граф здесь будет немножко побольше. Получаем шаблон. Вот он здесь. Копируем его на Google Диск. Он сразу автоматически копируется. И начинаем его заполнять. Знакомая нам уже таблица. Опять-таки название столбцов не удаляем. И столбики тоже целиком не удаляем. Все остальное устирается и заполняется своим контентом. Здесь уже более подробная градация. Здесь есть и начало события, и окончание. Достаточно одной даты, хотя бы для начала события. Далее. Если у нас длилось событие в какой-то временной промежуток, например, с января по март, мы можем это вписать в соответствующую графу. Только придется писать на английском. January-Match. Далее. Заголовок. Это название событий. То, что будет на слайдеры большими буквами выделено. Это заголовок. Дальше. Текстовая информация. Либо мы вручную ее вписываем, либо мы откуда-то ее скопировали и сюда вставили. Далее. Раздел «Медиа». Что сюда можно добавить? В «Медиа» можно добавить картинки по ссылке, видео с YouTube. Google-карту по ссылке можно добавить и статью из Википедии. Один слайд, одно «Медиа». Либо картинка, либо видео, либо карта, либо Википедия. Все, что захотите. А дальше у нас знакомый уже граф. Указаем авторство. Дальше. Подписываем «Медиа» файл, если захотим. Можно это пропустить. Дальше. «Миниатюру изображения». Добавляется сюда ссылка на маленькую-маленькую картиночку. Это для чего нужно? Внизу временные отсечки. Они у меня, если присмотреться на предыдущем слайде, пустые. Давайте покажу еще раз. Временные отсечки. Здесь просто пустая картинка нарисована. Если мы хотим, что здесь были маленькие миниатюрки, мы их можем загрузить. Вот по ссылочке опять-таки добавить из интернета какую-нибудь миниатюрку сюда. И таким образом у нас и временные отсечки тоже будут красиво оформлены. Дальше. Стартовая страница. Напротив первого слайда написано «Тайтл». Можно эту надпись не стирать. Это значит, что с этого слайда начнется показ ленты времени. Мы можем, кстати, с конца начать. Для этого надпись «Тайтл» переносим на последний слайд, если захотим. Здесь есть возможность сгруппировать события. Что это значит? Это значит, что их можно показывать группами, просматривать, вернее, группами. Под лентой времени появится название групп. И если нажимать на эти названия, то откроются только те события, которые относятся к этой группе. Ну, например, у вас биография писателя и его творчество. И вы хотите разделить, где события биографии, где творчество. Для этого напротив каждого события подписываем группу. Ну, например, это событие, напишем, биография. Второе событие – творчество. И таким образом сервис нам их будет сортировать. Последняя графа – это фон слайда. Здесь уже надо писать цифрами. Есть такая цифровая палитра. Она есть в презентации. Если вы ее скачаете, вот она здесь внизу обозначена. Вот. Это ссылочка, ведущая как раз на список всех этих цифровых обозначений. Если захотим, можем слайды раскрасить. Вот, пожалуй, и все. Мы заполняем эту табличку, сохраняем, опубликуем обязательно в интернете, получаем ссылку и возвращаемся обратно на сайт. Вот сюда вставляем ссылку на нашу таблицу. Здесь есть дополнительные настройки. Можно немножко поиграть со шрифтами, выбрать другой шрифт, например. И на выходе мы получаем ссылку и код для встраивания. Вот здесь можно, нажав на кнопочку превью, посмотреть сразу, что получилось. Естественно, все эти Google таблицы, они сохраняются у нас на Google диске, и мы можем их в любой момент отредактировать. Более того, это же Google таблица. Вы можете пригласить соавторов для работы и делать совместно. Ну и третий инструмент, еще более интересный, называется он тайммаппер. Давайте я еще один таймлайн вам отправлю. У меня ссылка тут еще одна заблудилась про Гагарина. Таймаппер, он примерно очень похож на предыдущий сервис. Тут тоже слайдеры есть, тут тоже есть временные отсечки, плюс еще и карта. Для чего такая лента времени может пригодиться? Ну, например, вот как у меня виртуальная экскурсия по городам. Здесь у меня золотое кольцо. Это последняя ссылка, которая сейчас в чате висит. Вот это на нее, как раз на эту ленту времени. Здесь города посторонны по хронологии, по дате основания. Ну и параллельно мы можем на карте их увидеть. Щелкаем по слайдеру, они выделяются на карте. И вот здесь есть еще временные отсечки. И можно смотреть и на карте, и на слайдере, и по нижней шкале тоже двигаться. Ну, это моя, и вот еще не моя работа, искусство древнего Египта. Там особенно много событий, особенно много меток на карте. Можно тоже полюбопытствовать. Как вы понимаете, нам опять дадут гугл-таблицу, которую нужно будет заполнить. Она здесь немножко другая. Ну, стандартный набор. Вот ссылка на гугл-таблицу. Мы ее копируем, открываем, сохраняем на свой гугл-диск. Вот эта табличка. Все знакомые нам графы. Название события. Только в другом порядке они здесь выстроены. Начало и окончание события. Обязательно только начало. Все остальное по желанию. Дальше описываем события текстом. Даем ссылку на картинку. Здесь, к сожалению, только картинки вставляются по ссылке. Далее идем. Далее у нас самое интересное. Местоположение на карте. Название города вписываем. Или населенного пункта. Все, что мы сюда посчитали нужным, вписываем. Дальше нам нужны географические координаты. Как видите, они здесь очень необычные. Это широта и долгота. Где взять эти координаты? В обычной карте, например, Яндекс.Карту открываем. Заводим название города. Вот у меня здесь Иваново. Я вписала название города. Рядом появляется вот такая координатная информация. Я ее копирую и сюда просто вставляю. Вот те самые GPS-координаты. Чтобы сервис на основе них поставил метку на карте. Если мы вообще карту не хотим брать, то мы можем эти даты оставить пустыми. И карта у нас просто пустая будет. Ну и далее ссылка на источник. Собственно, сам источник и ссылка на него. Вот и вся табличка. Точно так же верхние названия столбиков и сами столбики не удаляем. Сохраняем. Публикуем в интернете. Опять на сайт возвращаемся. Где мы эту таблицу брали вот сюда. Стираем то, что здесь было. Вставляем свою ссылку. На нашу готовую табличку. Ну и нам генерируют, соответственно, нашу ленту времени. И мы можем ее вставлять на сайт. Можем делиться с пользователями в социальных сетях. Так как считаем нужным. Такой интересный получается и виртуальная экскурсия, и лента времени одновременно. Но больше всего, конечно, инструментов – это когда ленты времени создаются с помощью таких медиакарточек. То есть на каждое событие мы заполняем карточку, а дальше их сервис выстраивает по порядку, и их можно просматривать. Таких инструментов, конечно, много. Есть и русскоязычные, и англоязычные. Начнем вот с этого. Называется он Precedent. Это сервис для создания лент времени на основе текстов, картинок и гиперссылок. Сразу скажу про ограничения. На такую ленту времени можно добавить до 10 событий. Ну, в общем, мне кажется, это не так уж и мало. Для небольших лент времени они вполне себе подходят. Так, вот парочка ссылок. Первая ссылка о Пушкине. Вторая ссылка – это уже моя, которую вы видите на экране. Русский писатель начала 19 века. Есть у меня еще ссылка про ученых. Сейчас копирую и вставлю еще эту ссылку. И начну рассказывать. В чем суть всех этих сервисов? Нам даются карточки. Мы их заполняем, загружаем картинки с компьютера, добавляем гиперссылки, если они нужны, и сохраняем. В этом сервисе карточки выглядят следующим образом. Название события, начало и окончание. То, что нужно обязательно, отмечено звездочкой. То есть здесь всего лишь название нужно и дату начала события, чтобы его поставить на ленту времени. А вот все остальное по желанию. Каждое событие мы можем раскрасить в определенный цвет, выбрать иконку, форму для этого события. Добавляем текст и ссылки. Текст можно форматировать. Здесь очень интересное форматирование. Если поставить звездочки, то будет жирный шрифт. Если подчерки поставить, то будет наклонный шрифт. Ну и ссылка тоже вот таким образом интересным оформляется. Далее. У этого сервиса есть возможность создавать слои. Но мы с этим уже сталкивались в предыдущих сервисах. Я вам рассказывала про группировку событий. Вот здесь это называется слой. То есть опять-таки та же история. Вы можете разные события относить к разным категориям. Ну, например, все те же категории биографии и творчества. Самое простое. Какое-то событие мы относим к биографии, а какое-то к творчеству. Для этого нам нужно эти категории создать. Создаются они довольно просто. Ну и дальше напротив каждого события выставляем эту категорию. Загружаем картинку и добавляем события на ленту времени. Если оно не последнее, можно сразу же перейти к созданию другого события. И так по порядку они у нас все на ленту времени и поместятся. Вот заполненная карточка про Жуковского. Пожалуйста, вот как это в итоге выглядит. Я выбрала, допустим, оранжевый цвет, взяла какую-то иконку с галочкой, добавила даты жизни, его биографию и фотографию загрузила. После этого я все это сохранила. Дальше. После того, как мы все события расставили по ленте времени, можно еще отправиться в настройки. Они здесь очень подробные. Здесь можно выбрать цвета для ленты времени, формат даты. Ну для нас это может быть не очень актуально, а вообще здесь есть формат американский и европейский. Можем оформление слоев выбрать, опять-таки для них цвет, форму и так далее. Саму отредактировать оси, шкалу, выбрать шрифт, подписать легенду. Ну что значит тот или иной цвет, например. Это такая справочная информация появится. И вот по каждому этому пункту в этом списке можно очень подробно все настроить. Сохраняем, публикуем, получаем ссылку и получаем код для встраивания. В общем, неплохой инструмент. Правда, тут немножко сложность в том, что он на английском. Но мы сложности не боимся. Попрощий инструмент – тайм-тоуст. Не всем он нравится. Кто-то считает, что он какой-то архаичный, и кого-то раздражает фиолетовый цвет. Это, к сожалению, так и есть. Здесь мы не можем редактировать цвета. Они тут встроены по умолчанию. Лента времени вот такая вот с фиолетовыми отметками. Давайте я вам ссылок еще положу в чат. Первая ссылка – это моя. Это биография мурманской писательницы. А вот такая ближе. Тема Великой Отечественной войны. Это вторая ссылочка. Ну и вот еще лента времени, посвященная истории улицы. Вот тоже интересная идея для библиотекарей, например, или для исследовательской работы в школе – сделать ленту времени по истории улицы. Или не только город можно. Не только о городе рассказывать, но и об улицах города. Тоже интересная история. Эту хронику можно просматривать в двух видах. Можно… Оно сейчас у вас откроется вот в таком виде, как лента времени по горизонтали. Можно ее списком посмотреть по вертикали. Для этого вверху нажимаем на кнопочку «Лист». В правом верхнем углу вы увидите эту кнопочку, переключаете, и тогда у вас лента времени откроется вот по вертикали. Кому как удобнее. Точно так же. По вертикали мы просто читаем список, по горизонтали щелкаем по карточкам и все это прочитываем. Как видите, здесь можно создавать ленты времени на основе картинок и текстов. Давайте смотреть на карточки. Вот так выглядит карточка. Она очень простая. Название событий, описание, дата. Здесь можно даже не только нашей эры, но и до нашей эры даты выставлять. Загружаем картинку и сохраняем. С левой стороны сама карточка, с правой, так как она у меня, например, была заполнена. Сохраняем изменения и переходим к следующей. Кстати, сюда внутрь текста можно добавить еще и ссылки. Здесь есть вот такой вот форматинг-гайд, который расскажет о том, как вставлять ссылку. Там есть определенная форма. Просто скопировать, вставить и свою гиперссылку внутрь положить. Таким образом мы от события к событию переходим. Здесь есть еще возможность создавать так называемые эры. Эры – это такие длительные периоды времени, которые на ленте времени будут обозначены как периоды. К ним нельзя подключать картинки, но можно добавить текстовое описание. Здесь уже требуется дата начала периода времени, дата его окончания и описание. Нечасто эту опцию используют. Я не видела на лентах времени, но она все равно здесь присутствует. На выходе мы получаем ссылку, ей можно, конечно, поделиться через кнопочку «Share». И вот тот самый вариант просмотра. Как лента времени – таймлайн, как список – это будет лист. А саму ленту времени можно смотреть в узком, в широком формате и развернуть ее на весь экран. Ограничений здесь особых нет. Единственное, что нельзя получить код на встраивание этой ленты времени в сайт или в блог. А все остальное без ограничений. Еще один интересный сервис для учебной деятельности очень хорошо подходит. Называется он «Сутори». Это сервис для создания вертикальных лент времени без обязательной привязки к датам. То есть здесь такие карточки, в которых не нужно вписывать дату. Ну вот у меня сейчас на экране про белого медведя. Это просто какой-то набор фактов, выстроенный в определенной хронологии. Вот таким образом. Вот про Александра Блока я вам сейчас ссылочку отправила в чат. Сейчас еще могу про Льва Толстого положить. Там тоже особых дат вы не увидите, но выстроено по хронологии жизни писателей. Про белого мишку тоже сейчас ссылку отправлю. Правда она немножко у меня неполная. Там видеоролик не показывается, потому что я его с ютуба удалила. Но все равно можно посмотреть хотя бы в таком виде. Итак, ну давайте сразу начнем, что умеет этот сервис. Это сервис для создания лент времени с использованием текстов, картинок, видеороликов, аудио. Сюда можно подключить еще игры, опросы и даже чат настроить. Но сразу про ограничения скажу. Вот, пожалуйста, весь полный список. Здесь появилась библиография для библиотекарей. Можно список источников добавлять. Можно прикреплять файлы с компьютера. Есть интересные блоки, знаете ли вы. Ну, такой вот интересный факт. И, конечно, гиперссылки. Видео добавляется по ссылке с ютуба, все остальное загружается с компьютера. А игры конструируются прямо внутри этой ленты времени. В чем ограничение? Сервис дает возможность создавать любые ленты времени с любым количеством событий в течение 14 дней со всеми блоками. 14 дней истекают, и, к сожалению, большая часть блоков закрывается, и мы можем только добавлять тексты и картинки. Вот, к сожалению. Все остальное не работать будет. Есть небольшая хитрость. Можно этот период продлить еще на месяц, но только один раз. Давайте смотреть, как это все работает. На входе мы получаем просто белый лист вот с таким значком с плюсиком. Нажав на него, вызываем список всех блоков и по порядку из блоков начинаем выстраивать нашу ленту времени. События внутри можно менять местами. Итак, как выглядят блоки? Они все примерно одинаковые. Вот я три блока сейчас на экран вывела. Это, знаете ли вы, интересный факт. Просто обычный текстовый блок и рядом блок с викториной. Здесь есть инструменты для форматирования, есть кнопочки для добавления картинок, изменения цвета блока. Что еще интересного? В викторине мы указываем название текста вопроса, варианты ответов, отмечаем правильный. И есть еще возможность добавить объяснение к этому ответу, которое появится, как только ответ будет дан. Какая-то дополнительная справочная информация. В общем-то, из таких вот блоков мы и конструируем нашу ленту времени. После того, как она у нас закончится, получаем ссылку, получаем код. Можно ее встраивать, можно делиться, посылать ученикам. Здесь есть опция совместной работы. Мы можем пригласить соавторов. Ну, с теми же учениками, с группой учеников можно ее собирать из разных блоков. Главное не забыть, что через 14 дней аккаунт перейдет в раздел «Free», бесплатный, и часть блоков будет недоступна. Что делать в этом случае? Я уже говорила о том, что можно продлить один раз. Для этого мы идем в свой собственный профиль и находим кнопочку, которая называется «Extend My Trial» – «Продлить демо-версию». Что нужно для того, чтобы ее продлить? Вам нужно пригласить трех любых людей, которые не зарегистрированы в этом сервисе. Неважно, вступят они в работу, не вступят, зарегистрируются в сервисе или нет, это неважно. Главное, что вы их пригласите. Для этого есть вот это окошечко, нажимаем на кнопочку «Invite». Три человека вы пригласили, отправили им приглашение. Вы можете сами себя даже пригласить, если у вас несколько электронных почт. И далее вам тут же открывается на 30 дней еще возможность поработать. К сожалению, это хорошая штука только на один раз. Но, тем не менее, можно пользоваться. Сервис на самом деле очень интересный, и можно много что с его помощью создать. Жаль, что вот такие ограничения. Есть похожий на него сервис, у него тоже вертикальная шкала, правда он не такой интерактивный. Хотя и называется «Интеракти». Это конструктор, я о нем рассказывала в прошлом году, может кто-то был на вебинаре в конце прошлого учебного года. Я целый вебинар ему посвящала и очень подробно рассказывала. Сейчас я еще раз расскажу о том, как с его помощью можно создать ленту времени. Вот таким образом она выглядит. Это лента времени на основе картинок, текста, и можно вставить гиперссылки внутрь. Как это работает? Сервис вообще очень хороший на русском языке. Позволяет создавать до 19 разных форматов интерактивности. Это игры, викторины, квесты, ленты времени, плакаты интерактивные, слайд-шоу и многое-многое другое. 19 видов форматов. Есть ряд ограничений. В бесплатном тарифе можно создать 50 проектов. И просмотр каждого проекта 100 просмотров в месяц. То есть если вы работаете на небольшой аудитории, например, класс или два класса, то в общем это в принципе нормально. То есть все посмотрят ваше ленту времени, все с ней познакомятся. На большей аудитории, может быть, этого будет недостаточно. Конечно, поскольку часть серверов этого сервиса находится на территории России, то можно приобрести платный тариф. Так что если необходима более расширенная версия, то можно это сделать. Плюс к этому у сервиса есть возможность получить бесплатный тариф для учителей. Есть ряд условий для этого. Все это можно прочитать на самом сайте. И тогда количество просмотров вам все увеличит. Что будет, если перебран вот этот вот лимит 100 просмотров? В этом случае по ссылке вы не откроете вашу ленту времени, не сможете ее увидеть. Но как только период закончится, вот этот вот месяц, она снова откроется и снова будет доступна для просмотров. Таким образом работать это все будет. В личном кабинете вы можете отслеживать количество просмотров по каждому вашему проекту. Такие вот небольшие ограничения. Ну а теперь конструктор. Конструктор здесь вообще предельно простой. Лента времени здесь называется таймлайном. Шаблон. Выбираем. Здесь есть уже какие-то готовые варианты. Кстати, можно их взять и отредактировать. Можно с нуля начать. Вот с нуля конструктор выглядит. Мы вот по этим кнопочкам перебираемся. Редактор. И дальше настройки публикации. Если нам нужно интегрировать с какими-то соцсетями, то еще можно сюда закликнуть. Если нам это не принципиально, можно пропустить. Итак, даем название проекту. Вписываем первую дату. Они все пронумерованы здесь. Заголовок. Картинку загружаем с компьютера. Пишем текст. Внутрь текста вставляем гиперссылку, если это необходимо. Здесь можно отредактировать шрифт, цвет, фон, размер. Нумеромодный список добавить. В общем, все основные настройки есть. Сохраняем это событие. Переходим к следующему. И вот так они друг на друга будут нанизываться. Сверху вниз. Их можно двигать вверх-вниз с помощью стрелочек. Копировать и удалять. Собственно, ленту времени здесь можно создать, если у вас уже материалы готовы где-то минут за 30. На выходе нам дают и ссылку, и код. Можно делиться и всем свою ленту времени показывать. Бесплатно дается 100 мегабайт свободного пространства для загрузки своих изображений, своих картинок. Поэтому лучше загружать картинки в расширении невысоком, чтобы нам побольше хватило вот этого пространства свободного. Еще один русскоязычный сервис. Ну что он русскоязычный? Он отечественного производства. Тайм-график он называется. Интересный сервис. Не очень простой, на мой взгляд. Но, тем не менее, давайте с ним познакомимся. Как всегда, вот ссылочки, пожалуйста. Первая ссылка называется «Великий открытие XX века». Вторая ссылка посвящена у меня философии. Ну и третью ссылку я свою отправлю, которую вы сейчас видите на экране. Это ссылка посвящена военной операции в годы Великой Отечественной войны «Освобождение заполярия». Называется она «Пицама Киркенесская». Внизу есть информация, что это такое, чтобы было понятно, если вы будете ее просматривать. Итак, вот так выглядит лента времени. Русскоязычный сервис «Тайм-график» позволяет создавать ленты времени с нуля на основе текстов, фотографий, видеороликов и карты. Можно тоже прикрепить. Ну, давайте сначала про возможности, а потом про ограничения. Начнем с хорошего. Итак, мы получаем на входе вот такую вот серую шкалу. Можно ее раскрасить, загрузить свою картинку, поменять с серого на белый фон и даже подключить звук, если необходимый звук нужен при щелчке по этой ленте времени, ничего более. Далее, щелкаем в любом месте ленты времени и открывается вот такой вот кружочек, где написано, что мы можем добавить на эту ленту времени. Нас, конечно, будут интересовать события. А вообще здесь можно добавлять еще периоды времени. Они будут длинными полосками обозначаться. Еще здесь можно группировать события. Например, если они относятся к одной какой-то важной дате, и вы их можете сгруппировать вместе, так их будет интереснее просматривать. У сервиса есть данные статистики, их можно подключать сюда. Правда, здесь статистика на английском языке, но там есть разная статистика. Если вы создаете какие-то научные ленты времени, можно что-то подобрать для себя. Плюс вы можете свою собственную статистику вставить, и у вас на ленте времени появится график с этой статистикой. Ну, например, у вас история России, вы даете данные по населению за разные годы, и рядом с событиями у вас будет еще и нарисован график, как изменялось население страны в течение определенного периода. Смотрим на карточке. Вот так выглядит новое событие, а вот так выглядит длительное событие. Длительная ленточка, обычное событие, вот такой вот значок. Естественно, все это можно перекрасить. По умолчанию, они здесь зеленые и синие, можно изменить цвет и даже положение на ленте, сверху либо снизу. Далее, событие или длительное событие, мы заполняем на него карточку с названием, с описанием, с датами начала и окончания. Вверху значки, которые подсказывают нам, что можно подкрепить к этой ленте времени. Картинки, видеоролик с YouTube, карта, Google и ссылка. Файлы загружать нельзя, это платная опция. Давайте смотреть. Вот статистика, например. Если мы захотели подгрузить еще статистику, нам открывается вот такая табличка, мы заполняем данными. Допустим, дата, число какое-то. И у нас сервис тут же построит график на основе этого. А это если мы статистику подгружаем из самого сервиса, ну, например, вот здесь количество детей, учащихся в школе в определенные периоды. Вот таким образом будет выглядеть этот график. Ну, давайте к карточке. Вернемся. Вот мы ее заполнили, выбрали дату. Достаточно даты начала события. Можно еще и окончание написать, но это не обязательно. Здесь очень подробная дата. Год, месяц, день, вплоть до часов и минут. Можно до нашей эры или после нашей эры. И плюс к этому прикрепляем контент. Картинку с компьютера, видео по ссылке из YouTube. Карта ищется через поисковик. Ну, вот сюда вписываем название населенного пункта, нажимаем на поиск, его находят на карте Google. Нажимаем ОК. Все, карта добавлена. Таким образом. Внизу, под каждой карточкой, есть еще дизайн. Все события вы можете окрасить в один цвет или каждое событие по-своему. Здесь можно выбрать и цвет фона, и цвет рамки, и цвет текста, и многое-многое другое. Если событие не понравилось, его всегда можно удалить. И вот таким образом мы из событий составляем нашу ленту времени. Теперь про ограничения. Сервис постоянно меняет тарифные планы. Ну, вот из последнего, что я нашла. В бесплатном аккаунте можно создать две ленты времени, нанести на них в общей сумме 18 событий и использовать при этом 7 медиа. Вот с медиа, конечно, особенно грустно, потому что в медиа включаются и картинки, и видео, и карты. 7 – это как-то очень мало. Есть возможность немножко эти лимиты расширить. Ну, во-первых, после того, как мы все сохранили, мы получаем ссылку и код. Мы можем, кстати, подключить режим «Каждый может редактировать», и тогда у каждого, у кого будет ссылка, может ваше ленте времени поучаствовать. То есть это возможность совместной работы. Мы можем добавить обложку, и получаем ссылку и код. Все это копируем. Теперь про лимиты, как их расширить. В своем аккаунте можно найти раздел «Фри», бесплатный аккаунт, и посмотреть, как можно увеличить лимит на два дня. Например, здесь есть возможность увеличить и на большее время. Например, если вы снимете видеоролик какой-то, посвященный этому сервису, расскажете, как вы его используете в работе, с учащимися, например, тогда вам могут лимит увеличить и до полугода. Расширенный лимит. В этом расширенном лимите вы можете ни в чем себя не ограничивать. Любое количество лент времени, любое количество событий, любое количество медиа. У меня самый простой вариант. Я подключилась к каналу на YouTube. Если у вас есть собственный канал на YouTube, вы там подписаны. Вернее, не подписаны, у вас там есть свой аккаунт, вы можете подписаться на... Извините, на канал YouTube. Сервиса тайм-график. И вам после этого разблокируют лимиты на два дня. За эти два дня вы можете создать любой контент. с любым количеством событий. От вас требуется только указать свое имя на YouTube и нажать на кнопочку «Разблокировать». Очень быстро приходит подтверждение, как правило, буквально несколько минут, и вам эту разблокировку подключают. После того, как два дня пройдет, у вас никуда не исчезают ваши ленты времени. Вы можете точно так же продолжать ими пользоваться. Другое дело, что вы еще не сможете дополнять их другими событиями, потому что лимит уже закончится. Но более подробно можно почитать на сайте сервиса. Если вас заинтересовала эта информация, всегда можно списаться со службой поддержки, и они вас проинструктируют, как и что можно делать. Они идут навстречу учителям. Еще один очень интересный сервис, он красивый. Называется он «Тики-токи». Он позволяет создавать ленты времени и просматривать их в трех форматах. Можно просматривать их как карточки, вот как у меня сейчас на слайде. Можно их просматривать временными отсечками. Это вторая картинка на слайде. Можно по ним щелкать. Ну и третий вариант. Сейчас покажу, как он выглядит. Вы можете внизу найти кнопочку 3D. В левом нижнем углу она находится. И тогда лента времени у вас будет просматриваться в виде вот такой дорожки, тропинки, которая будет уходить вдаль. Каждое событие будет в виде такой карточки, по которой можно щелкнуть и про это событие почитать. Более подробно. Такая лента времени 3D она называется. Давайте посмотрим, как в ней работать. Сразу скажу, сервис не самый простой. Кто-то опять-таки говорил, что он архаичный, но тем не менее довольно интересный и любопытный. К сожалению, он позволяет бесплатно создать только одну ленту времени, только один проект. Но для больших, грандиозных проектов, мне кажется, это хорошее решение. Давайте смотреть, как работает этот сервис. Во-первых, мы создаем нашу единственную ленту времени, указываем названия и даем хронологические рамки. Когда случилось первое событие, когда случилось последнее. Ну, чтобы сервис сориентировался, какую шкалу вам показывать. Эти даты можно откорректировать. Если что-то изменится, ничего страшного, можно вернуться и изменить. Дальше. Вступление, аннотация к ленте времени. Примерно 25 слов о том, что это такое. Дальше. Какую-то дополнительную информацию можно добавить. Это то, что увидят пользователи, как только включат в вашу ленту времени. Они увидят название, какую-то аннотацию и дополнительную справочную информацию. Те поля, которые обязательно отмечены красными звездочками. Это название, дата начала, дата окончания. Все остальное по желанию. Можно добавить вступительную картинку. Можно текст какой-то писать. Подписать под этой картинкой. Поменять фон. По умолчанию фон будет обычный, однотонный. По-моему, он серого цвета. Если мы хотим красивый фон, то загружаем картинку, соответственно. Картинки загружаются по ссылке из YouTube. Есть вот такой значок поиска. Можно поискать. Сюда вписываем ссылку. Нажимаем на лупу. И картинка будет загружена. Далее мы можем поменять сами вот эти вот фоны для оформления ленты времени. Черный и фиолетовый. Если вам они не нравятся, можно их изменить. Правда, они не очень сильно меняются. На самом деле я пробовала переключиться на другие цвета. Но как-то не очень у меня это получилось. Далее нажимаем «Создать ленту времени». И переходим к ее наполнению. Вот так она выглядит. Обязательно стоит ее увеличить на весь экран максимально, потому что вот эти вот всплывающие окошечки, они очень маленькие. Не всегда с ними удобно работать. Поэтому если вы работаете с этим сервисом, обязательно увеличивайте на весь экран, чтобы было все хорошо видно. Каждое событие здесь называется «Story». Вот этот значок плюсик. «Create new story» означает «Создать новое событие». Список всех событий будет сверху. По ним можно щелкать, открывать их и редактировать. Вот я создаю новое событие. Вписываю сюда название этого события, дату, начало и окончание. По календарю я их выставляю. Можно только начало. Окончание не обязательно. Дальше раздел «Интро» позволяет мне вписать какой-то небольшой текст. Это вот то, что будет видно на карточке, когда эта карточка откроется. Здесь, как вы видите, тут шесть строчек помещается. То есть такой небольшой текстик, одно-два предложения. Далее. На этой ленте времени можно создать категории и рассортировать события. У меня в ленте времени про Шолохова, например, биографии и творчества. Они разными цветами обозначены. Так легко сориентироваться, о чем идет речь в этом событии. Ну и дальше киперссылка на какой-то веб-ресурс, если мы захотим. Все это вносится в раздел «Basic Info» – «Стартовая информация». Это то, что мы сразу видим на карточке. Более подробную информацию мы чуть-чуть позднее добавим. Обязательно сохраняем через кнопку «Save», иначе дальше работа не пойдет. Дальше заполняем вкладку «Медиа». В «Медиа» можно добавлять картинки, видео и аудио по ссылке. По-моему, там поддерживается только SoundCloud, а этот сервис у нас сейчас заблокирован. Поэтому рассчитываем только на картинки, по ссылке из интернета и на видео с YouTube. По ссылке. Обязательно нужно проверить видеоролик. Я уже с этим сталкивалась, хотела добавить фрагменты из фильма «Тихий дон» в свою ленту времени, но не получилось, потому что на YouTube те, кто загружают видеоролики, пользователи, если это не ваш собственный, они могут выставить ограничение на встраивание этого видео на сторонние ресурсы. Если у них такое ограничение включено, то у нас вместо видео будет черное окно. Поэтому видео обязательно проверяем, особенно если вы берете с чужого канала, а не со своего собственного. Ну, в общем-то, выбираем вид нашего медиа. Сюда ссылочку вставляем, через луп находим и сохраняем. Здесь можно еще добавить подпись к нашей картинке или к нашему видеоролику. И так каждое событие дополняется каким-то медиам. Ну и что делать с текстами? Более подробное описание событий мы вносим вкладку «Экстра инфо» вот сюда. Сюда можно неограниченное количество текстов вставить. Это то, что будет открываться, когда мы щелкнем по карточке и откроем ее на весь экран. Дополнительно сюда можно добавить даже ссылку. Вот так вот. Эта ссылка будет оформляться. Название ссылки в круглых скобках саму ссылку. Сохраняем это все и переходим к следующему событию. Так мы их выстраиваем по ленте времени. После того, как мы добавили все события, получаем ссылку на готовый продукт, можем ей делиться. Естественно, в любой момент мы к ленте времени можем вернуться и еще раз ее отредактировать. Количество событий здесь никак не ограничено. Вот такой интересный медиаформат. Что еще можно сказать о тики-токи? Не все знают, но есть в нем игровой формат. Вы можете его включить. По умолчанию он отключен. Но если порыться в настройках, то вы найдете там игровой режим. Находится он в общих настройках. Если его включить, то с этой лентой времени можно поиграть. У меня про шелухово, кстати, этот режим, по-моему, включен. Можно с ним поиграть. В чем суть? Вам будут выкладываться события по одному. На старте уже одно какое-то событие будет стоять, а дальше по одному эти события будут добавляться. И вам нужно их расставить в правильном порядке мышкой. Чтобы вернуться, нажимаем на кнопочку «Назад». И, соответственно, вам за каждое правильное событие будет насчитываться определенное количество очков. Таким образом вы можете поиграть с лентой времени и предложить учащимся, вашим пользователям, тоже с ней поиграть. Ну, давайте вернемся еще к отечественным разработкам сервису ДОБА. О нем будет, кстати, мой следующий вебинар, так что если захотите более подробно о нем узнать, приходите в следующий понедельник, обязательно вам о нем расскажу. А сейчас конкретно о формате, который называется «Временная шкала». Если я ничего не путаю, сейчас я вам ссылочки добавлю и дальше покажу, как он работает. На выходе получается вот такой красивый слайдер, который можно листать как презентацию. Внизу тоже временные отсечки, но нам уже знаком, чем-то похож на timeline.js, только здесь все уже на русском языке. Это отечественная разработка. Создавать здесь можно свои работы без ограничений. Кроме лент времени, этот сервис работает с векторинами, тестами, презентациями, интерактивным видео. Сложно сказать, с чем не работает. Конструктор заполняем. И дальше сервис генерирует вот такую красивую ленту времени. Давайте смотреть на конструктор. Шаблон называется «Шкала времени». Находим его в списке шаблонов. Сервис, хотя кажется, что на русском, здесь немножко запутанный режим регистрации, но если вы во всем разберетесь, то тогда работать станет очень просто. Выбираем формат «Шкала времени» и начинаем заполнять конструктор. Вот так он выглядит. Опять-таки, основное, то, что нужно обязательно, отмечено красными звездочками. Все остальное по желанию. Заголовок ленты времени. Его здесь придется продублировать. То, что у вас в личном кабинете будет отображаться, и то, что будет на самой ленте времени. И, как правило, это одно и то же. Дальше. Основной текст – это описание, о чем эта лента времени аннотации. Дальше. Мы можем добавить фоновую картинку. Это будет одна общая картинка, на которой будут листаться слайды. Можно пропустить, тогда будет серый фон. Но если хотим покрасивее, добавляем картинку с компьютера. По умолчанию стоит высота 600. Если вам нужно пошире, поуже, то здесь все регулируется, выставляется высота в пикселях. Можно любую другую цифру вписать. Далее приступаем к созданию событий. Находятся они во вкладке «Дата». Начало события, окончание события, заголовок события и основной текст. Описание этого события. Описание немножко редактируется. Можно изменить немножко шрифт, вернее, не самый шрифт, а его начертание, размер и так далее. Обязательные графы заголовок и начало события. Дальше под каждым событием находим еще вкладку, которая называется «Объект». Сюда мы вставляем ссылку на медиафайл. Здесь есть список, что можно добавить в качестве медиа. Поддерживается видео с YouTube. Поддерживается любая картинка по ссылке. Если она в открытом доступе, Google карта поддерживается. Ну и SoundCloud, который заблокирован. Дальше мы можем добавить иконку. Это для маленьких картиночек внизу, на временной отсечке. Если не хочется, можно не добавлять. Источник медиа сюда тоже можно вписать, откуда мы взяли ту или иную картинку. Здесь можно указать авторство и источник материала. Вот так по каждой дате, по каждому событию. Что здесь важно? Ну вот уже заполненная карточка выглядит следующим образом. Дата. Дата. Здесь подсказка есть, как ее нужно заполнять. Тут необычно, через запятую. Почему-то именно в таком формате шаблон устроен, что именно вот если выставить все через запятую, в обратном порядке, то тогда лента времени сгенерируется. Сначала год, потом месяц, потом день. Это у меня текст. Как мы видим, здесь можно наклонными сделать, можно жирными сделать. Более того, в этот текст можно еще и гиперссылки вставлять, если необходимо. Ну и вот у меня здесь ссылка на картинку. Одно событие, одно медиа. И вот так мы двигаемся от события к событию. Плюс здесь есть возможность еще добавлять так называемые эры. Это длительные события, которые определенную протяженность имеют. У них примерно такой же конструктор, тоже начало, окончание, только окончание уже обязательно нужно вписать. Заглавие, описание и медиа. Далее, ну вот она, эра. Далее, когда мы все-все заполнили, сколько событий, мы будем все ниже и ниже опускаться на странички. Это может быть не очень удобно, но мы пока не сможем увидеть, пока мы не сохраним это все, что у нас получилось. Нажимаем на кнопку «Сохранить», ждем какое-то время. И у нас уже сгенерированная лента времени получается. Мы получаем на нее ссылку и код, и можем делиться в любом количестве и вставлять ее на сайт и в блоге. Ограничений здесь нет никаких ни по событиям, ни по количеству создаваемых работ. Так что бери и пользуйся, что называется. Очень хороший инструмент. Ну, поподробнее расскажу уже в следующий раз. И в заключении вебинара хочу просто напомнить о том, что есть у нас сервисы, которые не предназначены исключительно для создания лент времени, но там есть интересные шаблончики. И мимо них я тоже, конечно, не прошла, хотя я немножко уже подзадержалась, но все равно не могу вам о них не рассказать и не напомнить. Во-первых, есть сервис Дженниэль. Сервис для создания разного интерактивного контента, в том числе презентацию он создает. Так вот, среди шаблонов презентации и среди шаблонов инфографики есть у него таймлайны. Как их найти, эти шаблоны? Просто в поиске указываем таймлайн. Мы хотим что-то создать, заходим в сервис Дженниэль, вписываем по-английски таймлайн, отсортируем, чтобы у нас шаблоны были бесплатные, потому что здесь еще и платные заготовки. И дальше получаем более 10 разных шаблонов, разнообразных лент времени. И у нас лента времени будет похожа на презентацию. То есть события будут на слайде располагаться. Мы щелкаем по временным отсечкам. Вот я вам ссылочку сейчас отправила. Щелкать нужно вот по этим синим меточкам с плюсиками, чтобы открыть события и о нем почитать. Вторую ссылочку я вам сейчас отправлю, еще одна лента времени. Там уже немножко видоизмененный шаблон, насколько я понимаю. Любой шаблон можно переделать под себя. То есть поменять у него фон, цвет, шрифт, размеры и тому подобные вещи. Чем хороша такая лента времени? Сюда можно подключать любое количество контента. То есть вы можете и видео добавить, и аудио, и картинку, и киперссылки, естественно. Давайте смотреть. Про сервис Дженни Люд, кстати, тоже будет вебинар в ближайшее время. Так что если заходите, приходите. А я вам покажу сам шаблон, как он устроен изнутри. По сути у нас будет слайд, на который уже что-то написано. Нам остается заменять картинки. Для этого есть кнопка Replace. Либо их можно загружать через кнопку Image прямо с компьютера. Расставляем их на ленте времени. Дальше у нас есть интерактивные метки. Но здесь, вот в этом шаблоне, эта интерактивная метка называется Info. У меня она была синенькая с плюсиком. В разных шаблонах они выглядят по-разному. Вот как раз при нажатии на эти метки мы открываем дополнительное окошко, в которое можно вставить разнообразные карты. Сервис немножко сейчас видоизменился. Позволяет добавлять видео с YouTube. Картинки, как я уже сказала. И можно еще добавить аудио, но только если вы его добавите по ссылке. Или запишите онлайн прямо тут же. Загрузить с компьютера аудио нельзя. Это платная опция. Что происходит при нажатии на кнопку Info? Ну, во-первых, появляется вот такая всплывающая панель. Здесь у нас будет такая ладошка. Дальше у нас будет такой вот пальчик. И комета. Ну, я так по-детски объясняю немножко. Но вот при нажатии вот на этот пальчик здесь мы добавляем интерактив. Вот здесь уже что-то добавлено. Tooltip – это всплывающее окошко. То есть при нажатии на эту кнопку всплывает какое-то окно с дополнительной информацией. Рядом с ним, со значком кометы, это анимация. Вы можете анимировать любые объекты на вашей ленте времени. То есть картинки можно анимировать, тексты, интерактивные кнопки, все, что захотите. В шаблонах анимация уже какая-то включена по умолчанию. Вы можете ее отключить или настроить самостоятельно через вот эту кнопочку. Но нас больше интересовать будет кнопка интерактивности, которая называется Interactivity. Итак, вот они, все виды интерактивности. Относительно ленты времени нас, наверное, больше всего заинтересует всплывающее окошко Tooltip. Это окошко для какой-то очень небольшой информации. Просто справочная текстовая информация, либо небольшая картинка. Поскольку там есть ограничения по количеству знаков, 250 знаков. Поэтому это очень маленький текстик будет. Если мы хотим что-то более большое такое, внушительное, то выбираем раздел Window. Вот у меня лента времени про нобелевских лауреатов, писателей. Как раз вариант Window выбран. Там открывается слайд, внутри слайда. И на этом слайде мы видим, там я добавила видео, гиперссылку и текст. Три основных формата там у меня присутствуют. Как это работает? Вот Window. Когда мы добавляем такое окошечко, нам даже целый шаблон дают для оформления окна. Вот такой. Только я вместо картинки добавила видео. Текстик немножко по-другому оформлен. И вот он слайд внутри слайда. Матрешка такая получается. Кстати, внутрь этой матрешки вы можете вставить еще одну интерактивную метку. Она будет вести на третий слайд. То есть эта матрешка такая будет многоиграющая. Вы можете все глубже и глубже опускаться вдаль. Вот такая возможность у этого сервиса появилась совсем недавно. Но не буду вас углублять больше, но смысл, я думаю, понять. Вот таким образом мы каждую интерактивную метку оформляем. Прикрепляем к ним вот такую карточку, окошечко. Либо всплывающее, либо вот такое большое. Сохраняем. Есть ссылка, есть код. Можно все это встраивать на сайте и в блоге. Более того, здесь есть опция совместной работы. Вы можете пригласить соавторов в работе над сервисом. Количество работ здесь не ограничено. Единственное ограничение, часть шаблонов будет платные. На это обращайте внимание. Ну а так в целом очень хороший инструмент. Более подробно расскажу на вебинаре. И еще об одном сервисе хотела напомнить. Это сервис Prezi. Это сервис для создания летающих презентаций. В этом сервисе создатели вообще отказались от слайдов. Ну вот смотрите. Так в кодиентное время. Это один большой слайд. На нем события нанесены. Если по ним щелкать, то они будут к вам приближаться за счет эффекта масштабирования. Правда, ссылочка будет немножко долго загружаться, поскольку это такой тяжелый формат. Но очень интересно. За счет такого приближения, отдаления событий получаем вариант с летающей лентой времени. Сервис Prezi позволяет создавать до пяти проектов. Он вообще-то на презентации ориентирован. Но сейчас он умеет записывать видеоролики и делать инфографику. Я когда-нибудь об этом тоже расскажу. А вот среди шаблонов презентации у него тоже есть таймлайны. Их ищем точно так же, как и в предыдущем сервисе. Через поиск таймлайн. Десять шаблонов я здесь насчитала. Я взяла просто вот такой классический шаблон образовательный и переделывала его на русский язык. И вам сейчас показываю. Как здесь работает. Здесь тоже есть слайды. Но они слайды, не слайды. Вот такие маленькие рамочки. Щелкаем по рамке и ее просто редактируем внутри шаблона. А внизу кнопочки для редактирования. Стайл позволяет перекрасить шаблон. Выбрать цвет, шрифт, размер и тому подобные вещи. Кнопочка фрейм, рамка, позволяет сюда добавить еще какой-то слайд. Только здесь не слайды, это все называется, а фреймы, рамочки вот такие. Ну вот, например, у меня здесь еще есть пустое место. Я могу фрейм вот сюда пристроить. Это делается все вручную. Щелкаем по кнопочке и мышкой рисуем то место, где нам нужен фрейм. А дальше вот здесь, по этой ленте времени слева, выстраиваем порядок. Здесь все обязательно по порядку. Видите, все слайды пронумерованы. Выставляем, когда этот фрейм показывать. Ну и дальше внизу мы щелкаем кнопкой или ставим от фрейма к фрейм. Тексты добавляются через кнопку текст, а медиа добавляется, ну, самое интересненькое, еще и в соответствующую кнопочку. Можно добавить картинки с компьютера, либо из библиотеки. В библиотеке их мало, поэтому загружаем с компьютера через кнопку upload. Дальше, видео с YouTube по ссылке. Есть здесь стикеры, иконки, если хотим. Более того, если у нас есть презентация PowerPoint, там есть красивый слайд. Мы можем его сюда добавить и прикрепить PDF-документ со справочной информацией. Вот такие возможности. Из платного здесь только аудио и диаграмма. Вот это только платно, а все остальное бесплатненько. Более того, здесь можно добавить формы фигур, есть готовые блоки. Это уже красивые такие элементы, например, тексты, картинка, тексты, видео. Уже такие дизайнерские оформленные. Поэтому для быстроты можно что-то из этого выбрать. После того, как у нас все получилось, через кнопку сохранить, презент просматриваем, а вот через эту кнопочку можно получить ссылку и код. И все это встроить на сайт и в блог поделиться. Очень красиво и необычно, на мой взгляд, получается. Ну и закончить я хотела сервисом, который переведен на русский язык. Называется этот сервис Padlet. Он позволяет создавать виртуальные доски. Может быть, тоже вам знакомый инструмент. Ссылку я вам отправила. Сервис предоставляет возможность совместной работы. Здесь можно создавать вот такие посты с медиа, с контентом. Что можно добавить на такую виртуальную доску? Пожалуйста, полный список. Можно добавить картинки из интернета, из компьютера, видео с YouTube. Можно нарисовать что-нибудь на этой доске, сделать запись, видеоролик, любую ссылку на любой контент, какой захотим сюда добавить. Один пост – это текст и какой-то медиа. К сожалению, здесь нельзя к одному посту добавить все что угодно. Тут придется выбирать. Но делается все это очень просто. Вот, например, по ссылочке. Я выбрала вариант. Сюда вставляю ссылку. Нажимаем на вот эту стрелочку. И она у нас появляется на нашей панели. Шаблон для работы называется хронология. Это когда мы просматриваем по горизонтали все посты. Вообще там есть много разных шаблончиков. Есть стена, есть таблица. В том числе есть хронология. Здесь, правда, вы заполняете эти посты вручную. Выставляете дату самостоятельно. Текст пишете самостоятельно. И медиа тоже прикрепляете все сами. Нам дают только место, где все это можно поставить. По бесплатному тарифу можно создать три виртуальных доски. Там есть еще ограничения по количеству загружаемых медиа. До 20 мегабайт, по-моему, дается. Сейчас я найду эту цифру. Да, 20 мегабайт. К сожалению, не так много. Поэтому пользуйтесь возможностью добавить постссылки максимально. Потому что тяжелые картинки могут занять все наши возможности. И мы не сможем больше работать. Здесь есть возможность совместной работы. Вы можете пригласить соавторов, совместно работать. Причем регистрации у этих соавторов даже не обязательно. Они могут просто зайти и просто там совместно что-то сделать вместе с вами. Добавить посты. Конечно, это условно можно назвать только лентой времени. Но, тем не менее, вот еще такая интересная возможность. Это как раз я открыла сейчас настройки виртуальной доски. То есть вы можете ее настроить, опцию «Гости добавляют посты на доске». То, о чем я говорила, можно его просматривать как слайд-шоу. Каждый отдельный пост будет отдельным слайдом. Ну и, собственно, получить ссылку «Код». Все как обычно. Вот. Вот, пожалуй, все, что я хотела сегодня рассказать. Много, конечно, информации получилось. Но мне как-то жалко было какие-то сервисы выкидывать. Я сначала хотела ограничиться поменьше. Но потом мне стало их всех жалко. Поэтому я взяла по максимуму. Надеюсь, вы на меня не вопить будете. Спасибо вам большое за внимание. Напоминаю вам свои координаты. Для тех, кто смотрит в записи. А то я получала несколько писем с тем, что в записи не все могут увидеть презентацию. А всем хочется тоже ссылок и побольше. Поэтому вот координаты. Я сейчас в чат отправила, и вы их видите сейчас на слайде. Здесь вы можете ко мне написать, обратиться. Сейчас какое-то время, когда появится запись, она будет опубликована в группе. И КТ-мастерилке, и такая же информация будет в опубликованном в одноименном канале Телеграм. Подпишитесь, я приглашаю вас. Это ни к чему не обязывает. Просто вы будете в курсе. И увидите там и саму презентацию, если вы забыли ее скачать, или захотите поделиться с коллегами. И видеоролик. Все два в одном будет. Только надо немножко подождать. Через 2-3 дня будет готова и запись, и презентацию я тут же прикреплю. Спасибо вам большое за внимание. Прошу прощения за мой кашель. Не совсем еще приспособилась к выступлениям. Но я надеюсь, дальше будет лучше. Есть ли какие-то вопросы? Сейчас я в чате посмотрю. В чате не увидела, и вопросов тоже не увидела. Но я все равно надеюсь, что это была встреча не бесполезной. И, как всегда, вы можете всем этими материалами пользоваться. Я буду только рада. Все ссылки, ну, большая часть ссылок, все они поместились, но большая часть ссылок внутри презентации. Так что заходите и пользуйтесь. Спасибо вам большое еще раз за внимание. И до встречи в следующий понедельник. Я вас жду в это же самое время. Всего вам доброго. Ну и, как всегда, берегите себя. Это сейчас самое главное. Спасибо.